в этом видео мы научимся с вами вязать поперечную планку на плечевом изделии после того как связаны все детали постираны и сшиты между собой нам необходимо сделать красивую поперечную планку по всему периметру нашего изделия до что нам понадобится нам понадобятся нитки ножницы спицы на которых вы будете вязать и кстати говоря сейчас я сделаю акцент на спицах мое полотно связано на спицах 275 миллиметров я рекомендую вам брать спицы или же которыми вы вязали основное изделие или на 0 5 миллиметров меньше для чего для того чтобы наша планка держала форму кроме этого нам понадобятся сами пуговицы делать мы и будем на пуговицах у меня их пять штук потому что будет пять отверстий и марки ручки ну я бы вам советовала не просто марки ручки а такие вот как булавочки до или воспользоваться обычными булавками если у вас нет ничего другого под рукой это все далее ничего не бойтесь совсем не страшно и новички с этой задачей справятся приступаем на примере готового кардигана я покажу вам что и зачем мы будем с вами делать но начну друзья с того что планку которую мы с вами сейчас будем вязать она упрощенная то есть мы не будем вязать ее целиком по кругу сразу а будет состоять у нас через двух частей и справа и левой части соответственно и вот я сейчас расстегну пуговицы покажу вам немножко ближе да значит смотрите что хочу сказать вот вот одна часть по левой полочке проходит до середины видите середине я сшивала петельки но выглядит это очень аккуратно никто не придерется и не скажет что она не цель на вязаная как это делать я вам покажу и второй части нашей планки которая у нас проходит по левой полочке а теперь такой момент набор петель по левой полочке и по правой существенно отличается сейчас объясню почему для того чтобы мы равномерно сделали набор петель и он у нас был симметричным у края то есть вот в этом месте да обычно я заканчиваю двумя лицевыми если у меня резинка два на два то заканчивая петельки двумя лицевыми чтобы красиво выглядел край понятно да так вот чтобы соблюсти эту симметрию по левой и по правой планке делаем следующее вначале мы набираем петельки по левой полочке там где будут пришиваться наши пуговицы если это женский кардиган до женская кофта или другое плечевое изделие то есть у нас застежка будет справа налево если это будет мужское плечевое изделие то сначала петли набираются и отвязывается планка по правой полочке и пришиваются пуговицы а уж потом вяжется соответственно другая половина полочки ну и теперь смотрите в чем особенность поскольку у нас кардиган будет женский я набираю петли вначале по левой полочке нашего изделия набор я начинаю делать от центра горловины по спинке вот от этого места и постепенно уходя вниз изделия да вот таким образом второй ряд вернее сказать даже первый ряд который будет у нас вязаться по изнаночной стороне я провяжу одними лицевыми чтобы получилась такая вот контурная оборостка вот она вот такая понятно да соответственно вторым рядом по лицевой стороне будет расстановка петель но я вам сейчас все это по петель на буду показывать просто даю первоначальной азы для понимания что и зачем нужно делать как же поступить с правой полочкой если это женское изделие да мы с вами начинаем набор петель от низа снизу и вверх до середины горловины по спинке и отсюда мы вяжем первый ряд одними лицевыми одними лицевыми и у нас с этой стороны тоже получается такая вот рельефная оборостка вот она все в принципе легко и просто главное не бояться и верить свои силы соответственно вторым рядом который у нас уже будет идти снизу вверх будет расстановка петель и да друзья вот при таком варианте вязания у нас соблюдается полная симметрия расстановки в петель когда полная гармония вот потом у нас будут такие вот симметричные поперечные петли так теорию я вам рассказала в принципе сейчас вместе свяжем как раз у меня есть такой кардиган который необходимо довести до ума поэтому будем вязать вместе учитесь и так передо мной кардиган вы не смотрите и не обращайте внимание на все узелочки все это потом аккуратненько уберется с помощью крючка самое главное что полотно моё чистое видите вот я всегда говорю что ниточки нужно привязывать когда у вас заканчивается моточек в бок чтобы они у вас здесь были вот это выглядит так гладко и симпатично с чего мы начнем все элементарно просто мы с вами должны сейчас определить где у нас середина горловины по спинке как это сделать берете свое изделие складываете пополам вот вот ваш старт вот друзья аккуратненько привязываем сюда ниточку с помощью крючка или спицы как вам удобно я допустим пользуюсь элементарной спицей у меня это не вызывает никаких сложностей протянула и аккуратно завязала причем оставьте ниточку подлиннее возможно она нам потом понадобится для шва да пусть она у нас будет всегда советую оставлять ниточки везде как при наборе петель так и при закрытии петель привязали а теперь приступаем к самому набору как набирать по спинке но я думаю тут и так вам понятно на всякий случай объясню видите закрытые петельки вот они закрыты наши петли вот из них мы будем поднимать с вами сейчас в петли для нашей планки это что касательно горловины спинки вот смотрим первая петля там где мы с вами привязали ниточку деваем спицу видеть вот таким образом и выводим петельку первое следующее видите как у нас как такая вот петелечка аккуратненько протягиваем спицу и выводим петлю 3 нужно ли считать петли мы посчитаем их с вами позже чтобы проверить симметрию наших планок по левой и правой стороне сейчас вы просто никуда не спеша аккуратненько из закрытых петель создаете новой петельки для нашей планки вот таким образом самостоятельно набираем с вами петли до плечевого шва здесь все ясно и понятно и так мы у плечевого шва набираем последнюю петельку по самому шву что делать дальше по краю изделия из кромочных петель у нас с вами сформирована косичка видите аккуратно косичка из петелек вот так вот в чем фишка и секрет этого способа как же на про набрать здесь петельки чтобы планка была не провисающая и не стягивающие одновременно знаете в чем секрет я вам сейчас покажу из одной петельки из первой мы делаем 2 вот таким образом за заднюю стенку да это первая петля и за переднюю все и заодно мы сделали 2 из следующей кромочной такой вот петельки да мы делаем одну так как и на спинке протянули спицу ввели ниточка вытянули из следующей 2 за заднюю стенку и за переднюю а теперь одну то есть вы понимаете принцип до чередование из одной кромочной петельки мы делаем 2 из другом и делаем одну и чередуем и так друзья мы набираем с вами петли до самого низа нашего изделия до 2 2 1 2 за заднюю и за переднюю стенку 1 но вы сейчас наберете петли до нашего но поскольку у нас своеобразная горловина вот до этого места до до места начала v-образной горловины вот до этого места самостоятельно набираем до этого места и так мы с вами довязали до начала v-образной горловины а теперь смотрите какой здесь секрет следующий из следующих трех кромочных петель мы с вами сделаем набор по 2 понятно для того чтобы наш угол был плавный не стягивал и и не был свободным то есть как мы делаем с вами из каждой кромочной петли набираем по 2 вот 1 2 и 3 соответственно все вот еще один секретик для вас а дальше до самого края нашей полочки вы самостоятельно набираете петельки помним из одной кромочной 2 из 2 1 и чередуем до конца самостоятельно и так мы с вами набрали петельки и обратите внимание вот последнюю крайнюю петельку по низу я набираю поперек как это как правило поперек размещения всех петель чтобы она не была потом как планка подстрелены видите это вот не было такого угла я вот таким образом набираю крайнюю петельку все теперь они у меня все выровнены дальше первый ряд первый ряд как я вам и говорила мы с вами провязываем одними лицевыми петельками просто вяжите лицевые петли до конца ряда то есть до середины горловины на нашей спинке самостоятельно ряд мы с вами довязали а теперь приступаем к расстановке самих петелек то есть если вы вяжете резинкой один на один соответственно вяжите сейчас чередуя одну лицевую одну изнаночную если вы вяжете резинкой 2 на 2 то есть 2 лицевые 2 изнаночные и их вы тоже чередуете но в самом начале для резинки на 2 на 2 мы первую кромочную снимаем и провязываем одну лицевую одну лицевую потому что с другой стороны другая с другой планки тоже будет одна лицевая мы вместе с потом сошьем у нас получится красивая дорожка да вот только с этой целью так делается а дальше вяжем в своем обычном темпе никуда не спеша не широкие и не узкие петельки вот у меня допустим резинка 2 на 2 я вяжу 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные до конца ряда понятно да вот таким образом расставляем с вами наши петельки делаем расстановку дальше самостоятельно и так все петельки у нас расставлены и вот друзья обратите внимание старайтесь всегда заканчивать петельки при при расстановке лицевыми и там смотрится гораздо эстетичнее и как бы сказать и симпатичнее но это сугубо мое личное мнение а вы уж там как хотите слушайте петли расставлены набраны все у нас замечательно вы теперь провязываете нашу резинку необходимой ширины сколько у вас рядов там будет 10 или 15 зависимости от того какая каких размеров у вас пуговица да вот провяжите самостоятельно необходимую ширину нашей резинки и вернемся с вами дальше видео после того как мы с вами связали всю нашу планочку резинкой смотрите нужно будет последний ряд связать с от середины горловины вниз да вот мы с вами довязали это у нас низ изделия не с нашей полочки разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем еще один ряд одними лицевыми понятно самостоятельно один ряд одними лицевыми петельками и так мы провязали с вами один ряд лицевыми петельками по изнаночной стороне вернулись к центру горловины по спинке а теперь нам необходимо закрыть петли я вам сейчас покажу простейший способ он эластичный не стягивает резинку и довольно таки симпатично смотрится приступаем как же это делается да легко смотрите снимаем первую петлю делала делаем накидывание видите ниточки на спицу провязываем лицевую и теперь через эту лицевую протягиваем через наш накид и кромочную 1 1 петелька закрыта далее накид лицевая и через нее мы мы ее протягиваем через накид и кромочную все элементарно просто и таким образом в своем темпе никуда не спеша не затягивая нить и не расслабляя мы с вами закрываем все петельки до последней и до низа нашей планки да то есть аккуратненько не спеша своем темпе еще раз повторюсь накид лицевая независимо от того какая у нас у вас брак была раньше лицевая или изнаночная и эту же лицевую мы протягиваем через наш накид и кромочную петельку и вот что у нас друзья в итоге получается вот такая косичка видите да с краю далее петельки закрываем до конца самостоятельно и так наши петельки все закрыты мы обрезаем с вами ниточку она не должна быть длинная примерно сантиметра 3 максимум 5 и вытягиваем вот так да в самом начале я не сказала что нам еще понадобится крючок для того чтобы эту ниточку заправить еще такой момент вы вот сейчас не смотрите на этот неровный край до после того как вы постираете ваша планка аккуратно расправиться все петельки лягут так как им нужно сделать это да и она будет смотреться достаточно симпатично теперь с помощью крючка аккуратненько заправляем нашу ниточку по изнаночной стороне изделия вот так между петелек видите как делаю я аккуратно затягиваем чтобы она у нас нигде не топорщилась и не вылезла аккуратненько до конца что делаем дальше а дальше друзья мы с вами должны распределить равномерно пуговицы посчитать количество петель кстати говоря нужно знать для того чтобы вывязать еще одну планку по другой стороне полочки по другой полочке да вот и аккуратненько раскладываем наши из пуговицы через одинаковое расстояние через одинаковое количество петель это вы уже делай сделайте сами самостоятельно без меня вот мы с вами распределили и смотрите такой момент сейчас можете пришить пуговицы или же пока временно место пуговиц воспользоваться нашими марки ручками булавочками такими да можно кстати говоря использовать и обычные булавки и вот там где вы определили место каждой пуговицы мы с вами пристегиваем булавочку вот такой вот марки ручек чтобы потом по другой планке определить место вывязывание отверстия для пуговицы для застежки да вот делаем это сейчас самостоятельно я распределила свое расстояние между пуговицами у нас у меня получается пять пуговиц раз два три 4 5 одинаковое количество петель между ними булавочки на месте все хорошо теперь приступаю к вязанию 2 планки которую я буду отвязывать по правой стороне нашей полочки по правой полочке понятно да и как вы помните в самом начале я сказала что петельки по правой полочке набираются не середины горловины да а снизу вот с этого места и еще хочу обратить ваше внимание я всегда вставляю длинные ниточки на краях и когда заканчиваю вязать изделие при закрытии петель для чего для того чтобы или сшивать этими ниточками и не и здесь не будет никаких узелков видите аккуратненько или же потом этой же ниточкой делать набор петель то есть кончику этой нитки я привяжу основную и буду набирать петли до середины горловины напоминаю набор начинаем делать снизу вверх но сейчас я вам все покажу петли набираем так так же как мы набирали с вами на предыдущей полке то есть из одной кромочной мы вы вывязываем с вами 2 из 2 одну и чередуем до конца до до середины горловины но напоминаю что вот вместе вывязывание v-образной горловины здесь да мы должны из трех кромочных петель связать 6 помните как мы делали на той планочки да сейчас самостоятельно набираем петельки до начала v-образной горловины и здесь я подключусь покажу еще раз напомню как здесь набрать петельки и вот такой момент как набрать петли из первой кромочной поперечной друзья набираем сразу две раз и два и соответственно и следующие только одну вели спицу в середину и вытянули петельку все договорились до до начала v-образного выреза вы набираете наши петельки самостоятельно и вот мы с вами набрали петли до начала v-образного выреза а теперь напоминаю вам да что из трех кромочных петель нужно вывязать по 2 в результате у нас с вами будет 6 одновременно да то есть вот 1 2 и 3 а дальше вы набираете петли самостоятельно так как мы делали с вами до этого то есть из одной петельки 2 из одной петельки одну а дальше 2 из следующей кромочной да вот таким образом и так до середины нашей горловины по спинке спокойно набираем в своем темпе вот и так все наши петли набраны мы с вами уже в центре горловины разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем 1 ряд лицевыми петлями до конца до низа нашего изделия понятно да тем самым мы с вами формируем вот такой вот рельефный край понятно да с внутренней стороны и да еще один немаловажный момент проверьте пожалуйста количество петель на правой и левой полочки то есть сколько мы набирали с вами до на поперечную резинку это количество должно быть одинаковым если где-то у вас небольшая разница 1 2 петли не страшно если больше но уж постарайтесь по новой перенабрать петельки чтобы одинаковое количество было на одной планке и на другой соответственно после того как мы провязали с вами один ряд лицевыми петельками по изнаночной стороне разворачиваемся на лицевую сторону и начинаем расставлять наши петельки помним да и вспоминаем что значит первые петли у нас должны быть лицевыми то есть смотрим на предыдущую планку вот смотрим да как у нас здесь было начало 2 лицевые кромочная и 2 лицевые следовательно и на другой планке мы с вами вяжем также 1 кромочная 2 лицевые и 2 изнаночные если вы вяжете резинку один на один соответственно после кромочная у вас будет одна лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная все друзья самостоятельно расставляем петельки до конца до провязываю в моем случае 2 лицевые 2 изнаночные после чего мы с вами встречаемся вновь после этого я присоединюсь и продолжу снимать видео вместе с вами хочу обратить ваше внимание когда вы вернулись центр горловины по спинке помните да в самом начале я говорила что с одной стороны стороны должна быть лицевая петля из другой соответственно у меня последние были изнаночные петельки да я сейчас дополнительно подниму две петли вот таким образом раз и вторую 2 все то есть у меня будет 1 кромочная 1 лицевая понятно да далее мы с вами вяжем нашу планку и еще один немаловажный момент посчитайте пожалуйста количество провязанных рядов на предыдущей планке вот у меня сейчас 10 до что делаю дальше дальше я провязываю 4 ряда своей резинкой и приступаем к распределению петель для вывязывания наших дырочек да ну то есть отверстие для наших пуговиц то есть самостоятельно вы должны провязать примерно серединное количество рядов по тому количеству которое у вас было на предыдущей планке что делаем дальше а дальше мы с вами должны повесить маркеры в тех местах где будем вывязывать дырочки для наших пуговиц да ну то есть мы должны с вами сейчас соблюдать симметрию в петельках и в рядах смотрим значит на каком расстоянии на каких петельках у нас был маркер по левой полочке до соответственно наш маркиров на правой полочке мы с вами прицепим на том же месте ну вот вот так это выглядит и да друзья мы будем вывязывать с вами значит наши дырочки из двух петель их соответственно мы с вами вот так вот аккуратненько аккуратненько застегнули нашу булавочку или нашу скрепку на двух петельках вот у меня симметрия вот для понимания понятно да и так далее то есть вы сейчас развешиваете марки ручки или же это обычные канцелярские скрепки совершенно не страшно параллельно первой планки вот таким образом самостоятельно все марки ручки на местах все распределили все хорошо приступаем к самому увязыванию этих наших дырочек до отверстий как правильно сказать не подскажите как мы это будем делать покажу значит вяжем также по рисунку да вот какая резинка у нас было так мы продолжаем с вами вязать снимаем первую кромочную далее у меня идут 2 лицевые 2 изнаночные а теперь видите у меня две петельки вместе да что я здесь сейчас буду делать я делаю накид и 2 петельки провязываю как одну это если у вас маленькая пуговица да вот у меня пуговицы будут небольшие и мне этого достаточно если же у вас пуговица крупная в таком случае мы с вами провязываем 2 вместе один раз и второй раз вот это по лицевой стороне да вот таким образом а по изнаночной мы здесь с вами будем делать накиды ну вот давайте вместе провяжем да то есть дальше по рисунку мы довязываем до следующего марки ручка наши петельки мы подошли к ним и нам нужно сейчас закрыть две петли то есть мы провязываем 2 вместе 2 вместе видите и второй раз 2 вместе вот и теперь смотрите в принципе нам эти маркеры уже не нужны мы в любом случае с вами увидим где необходимо делать накиды да мы их можем просто уже по ходу дела убирать все они нам уже не нужны провязываем петельки до следующего нашего маркера аккуратно вот хорошо придумали эти да всяческие булавки пластиковые какие-то навесочки какие-то скрепочки для вязания очень удобно подошли и и опять таки закрываем две петли вместе один раз и второй раз две петли вместе вот так марки ручек соответственно мы убираем в стороны и смотрим значит у нас получилось уже три дырочки раз два и три мне осталось сделать еще две вы свои петли и дырочки отверстия делаете самостоятельно согласно размещения ваших маркиров на спицы ну давайте еще одну закрою с вами так довязала две вместе один раз и второй раз марки соответственно я убираю ну а вы уж делаете свое необходимое количество может быть у вас их будет три или четыре я не знаю уже может быть 10 да и аккуратненько довязываем ряд самостоятельно до конца и вновь мы с вами на изнаночной стороне сейчас довязываем с вами петельки до первого отверстия до первого закрытия да и здесь я подключусь и покажу что делать дальше и так довязали провязываем крайнюю петелечку согласно нашего рисунка вот если у меня сейчас должна быть лицевая как в это было ранее до предыдущих рядах я провязываю лицевой и делаю друзья два накида 2 петельки закрыла делаю не два накида а два прибавления вот одна петелька и 2 видите я прибавила две петли вяжу далее по рисунку до следующего отверстия благо они у меня здесь не далеко между собой расположены покажу вам сейчас еще раз как же прибавить те самые две недостающие петли а здесь у меня была изнаночная я провязываю изнаночной и делаю прибавку петель вот смотрите 1 и 2 все вяжу далее по рисунку вот у меня уже видеть отверстие для пуговицы есть далее вяжу по рисунку до следующего отверстия до следующих прибавок петель где здесь она у меня покажу так здесь опять таки у меня должна быть лицевая петля видите я провязываю лицевой и делаю 2 петли 2 при бабочки 1 и 2 вот они маленькие маленькие петельки вяжу дальше и так друзья самостоятельно прибавляете ровно столько петель сколько вы закрыли в предыдущем ряду по лицевой стороне так опять у меня должна быть изнаночная я провязываю изнаночной и делаю 2 прибавки 1 и 2 дальше вяжем кстати говоря кто не помнит у меня опять пуговиц и 5 отверстий дырочек соответственно вот лицевая и 2 прибавки 1 и 2 все друзья самое страшное позади поздравляю вас далее вы разворачиваетесь на лицевую сторону и провязываете необходимое количество рядов для планки то есть сколько у вас было рядов на предыдущей планке вот столько у вас должно быть рядов и на этой соответственно а считаете вот по этим маленьким петелечкам вот такой вот как видите как жгутик раз два три 4 5 6 то есть мне еще необходимо провязать 4 ряда и не забывайте что последний ряд мы должны с вами провязать снизу вверх до помните для чего чтобы по изнаночной стороне потом провязать один ряд лицевыми но давайте мы сейчас с вами свяжем необходимое количество рядов и вернемся к этому вопросу вот мы с вами провязали необходимое количество рядов а теперь смотрите если вдруг по каким-либо причинам по количеству ваших рядов не получается вернуться и провязать все рядочки наверх свяжите еще один дополнительный на общем фоне это не будет столь критично и заметно но то есть в любом случае мы с вами сейчас должны вернуться снизу к верху да вот именно на это на этой планке по этой стороне а теперь мы с вами разворачиваемся и самостоятельно провязываем один ряд лицевыми петельками сверху вниз после того как мы с вами провязали ряд по изнаночной стороне лицевыми петельками приступаем долгожданному закрытию петель этой планки все помнят как это делать никто еще не забыл если вы вдруг забыли не страшно я вам сейчас покажу и напомню заодно снимаем первую кромочную делаем накид провязываем лицевую и через эту лицевую перекидываем наши петельки вот тогда накид лицевая и мы эту лицевую протягиваем через накид и крайнюю петельку кромочную накид лицевая и перекидывание и так далее до конца нашего ряда ничего сложного друзья мы с вами такую работу проделали будем гордиться собой один раз провяжите планку отработайте все сложные моменты а дальше вам будет легко поверьте уж на следующих изделиях таких трудностей у вас уже возникать не будет все приходит с опытом петельки закрываем в обычном своем режиме не затягивая нить и не расслабляет так как будет вязали до этого вот что у нас получается ровный красивый аккуратный край дальше петельки закрываем самостоятельно и так мы закрыли с вами все петельки теперь обрезаем нашу ниточку она не должна быть длинной аккуратненько вытягиваем все поздравляю нам осталось теперь сделать шов вот в этом месте до соединения двух двух наших планочек сейчас кстати говоря я забыла самом начале вам сказать нужна еще одна иголочка да вот у меня есть две одна и другая но я возьму покрупнее чтобы было хорошо видно покажу вам как все-таки аккуратненько сделать шов помните когда мы вязали с вами первую планку я самом низу привязывая ниточку оставляла длинный кончик да так вот сейчас нам эта нитка пригодится аккуратно вдеваю в ушко и теперь выхожу на лицевую сторону вот сюда таким образом что делаю дальше а дальше я смотрю значит и передо стенки кромочных петельки видите вот эти вот поперечные я значит иголочку аккуратно ввожу в одну петельку на одной планке и в другую да вот таким образом вытягиваю и возвращаясь вниз вот так теперь смотрите иголочку вывожу с изнанки наперед затянула следующие две стеночки наших кромочных петель вот зацепила и ввожу в предыдущий нижний ряд видите вот так получается незаметное сшивание дальше возвращаю нашу иголку на лицевую сторону следующие две кромочные петли я подбираю в за передние стеночки аккуратно вытягиваю и возвращаю нашу иглу ниже видите ряд на ряд ниже вот вот так дальше возвращаясь на лицевую сторону следующие две стеночки следующие кромочных петелек соединила и вернулась на ряд ниже в середину немножко так под затягиваете нитку когда здесь сшиваете немножко совсем чуть-чуть возвращаюсь на лицевую сторону следующие наши две стеночки вот так от затянула и на ряд ниже вот таким образом друзья мы с вами делаем швы так не осталось совсем чуть-чуть так подобрала передние стенки затянула и вернулась на один ряд ниже видите что получается вот такой аккуратный шевчик практически совсем и незаметный вернулась обратно у меня уже ниточка стала короткой я сейчас воспользуюсь наверное крючком чтобы это дело завершить так так что не получается сейчас я возьму крючок и включусь вот друзья у нас получился почти незаметный шов незаметный да видите такой вот и с изнаночной стороны смотрится довольно таки аккуратно а после того как мы постираем нашу планку да то есть все петельки распрямятся и будет вообще замечательно две ниточки наверху мы аккуратно завязываем узелок и ниточки при помощи крючка заправляем по изнаночной стороне да видите вот такой у нас аккуратный верх получился и соответственно петельки тоже ну теперь воспользуемся крючком кстати нужно сделать два узелка наверное для надежности вот и аккуратненько заправим все наши нитки но это вы сможете сделать уже самостоятельно и так друзья обе планки у нас готовы с чем я вас поздравляю и себя тоже потому что я наконец-то тоже связала такую планку что остается сделать дальше пришить наши пуговицы но это уж вы сможете сделать и без меня и постирать все все больше ничего выдумывать не нужно если вам понравилось это видео и было полезным ставьте лайк пишите свои комментарии если вас заинтересовали рисунки да и вы нуждаетесь в этих схемах ну или хотите с ними ознакомиться у меня есть видео на моем канале переходите ниже смотрите учитесь и берите себе так сказать на заметку рада была с вами поделиться полезной информацией до новых встреч пока пока